Через час-полтора четырехлетняя Даша отправится домой. Девочке предстоит последний сеанс химиотерапии и долгожданная выписка. Два с половиной года назад ребенку поставили страшный диагноз – опухоль головного мозга. Лечение начали незамедлительно. Родители гордятся дочкой. Даша мужественно переносит все процедуры. Первые полтора года, естественно, было трудно. Было часто переливание крови, были поиски доноров. Последний блок химиотерапии переносит стабильно, хорошо. Анализы крови стабильные. Ну, слава Богу, как сами? Держимся, что с Божьей помощью надо держаться и лечить дальше ребенка. Лечение детей больных раком зачастую требует больших денег. И сегодня 15 семей получат больше миллиона рублей на дорогостоящие обследования и лекарства. Это деньги, собранные на втором благотворительном аукционе «Подари надежду». На аукцион было представлено 20 лотов. Все это творческие работы людей с ограниченными возможностями здоровья. Собранные деньги разделили. Часть отдали авторам работ, остальное – в поддержку детей с тонкозаболеваниями. В этом году аукцион провела общественная организация детей-инвалидов «Парус надежды» при поддержке городских властей. Вот такая помощь, она идет непосредственно семье и администрации города, которая не являлась учредителем аукциона, не проводила его. Но мы в лице главы городского округа Фурсова Олега Борисовича являлись гарантами, что каждый рубль, собранный на этом аукционе, пойдет непосредственно семье. В аукционе приняли участие глава города, депутаты, руководители промышленных предприятий, банков и сотрудники нотариальной палаты. Потому что мы все мамы, мы все бабушки, и для нас вот чужая боль, она очень ощутима. Я даже вот сейчас говорю, я волнуюсь всегда. Чужая беда для нас не чужая. Кандидатуры детей, которые на данный момент больше всего нуждаются в материальной помощи, утвердили на аукционной комиссии. Но никто из маленьких пациентов отделений не остался сегодня без праздника и подарков. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События.